как распознать сигнал от надземного объекта и отличить его от подземного объекта то есть перед нами пример самых обыкновенных воздушных помех которые обычно видны на экране радара и крота в виде таких широченных крыльев гипербол их можно проверить при помощи инструмента гипербола то есть правой кнопкой мышки левой кнопкой мышкой кликайте на вершине гиперболы правой кнопкой мышки настраивайте крылья гипер то есть если скорость у вас при измерении гиперболы от 10 до 15 значит у вас воздушный объект объект сигнала который пришел от надземной цели то есть это может быть столб линии электропередач вышка связи высокий забор металлический забор сетка рабица бетонный забор любая вертикальная преграда вертикальная субсуб вертикальная как здесь показаны помехи под 45 градусов это столбы одиночные столбы и такие же секущие под 45 градусов которые образуются от проводов которые натянуты между столбами то есть это когда работа чистом поле и вас через экран идут подобные сигналы под 45 градусов которые секунд экран значит это все воздушные помехи данном случае это левая часть экрана это высокочастотные помехи вот возможно потом оптиковолоконного кабеля масса пересекающихся линии от проводов пересекающиеся линии все эти линии которые изображены сейчас на экране это все сигналы воздушных помех от объекта которые располагаются над над землей на земле перемещаемся здесь есть некая некая такая форма геологическая форма которая вот тоже замусорена в принципе помехами но при должном фильтровании если вас стоит задача отфильтровать эту геморкетов погребенную форму поле рельефа и максимальное значение фильтрования можно вытащить эту структуру и не волноваться о том что вы потеряете какую-то информацию то есть все это можно увидеть это можно выделить она понимать размеры и задачи это один из примеров в поле стоит линии электропередач от нее расходится мой прикладываем к ней прикладываем к ней гиперболу измеряем смотрим что мы видим к сигнал от каждого проводка который натянут между этими линиями и между этими столбами у них не так мы не так много штук 5-6 но каждый проводок генерирует сигналы и вот следующий столб на удаление от него такая же воздушка приходит мы все это фиксируем это все воздушные сигналы то есть их невозможно не не узнать они если есть значит они есть этот разрез показывают сразу гипербола показывает что есть какой-то воздушный столб допустим поблизости шаг измерения проверили 10 сантиметров как все было это песчаный пляж в киеве ищем трубы вот эти две огромные трубы для сигнала то есть вставим на вершину гипербола этого объекта примерно предполагаем что это скорость 5 6 до 4 до 3 зависимости от обводненности это все объекты это все трубы металлические большого большого диаметра и соответственно можно их тоже мы их измеряем тоже смотрим для каждого объекта своя глубина нахождения и мы можем по вершине гипербола определите же нас этот объект располагается можно определить и глубину объекта и даже диаметр объекта сейчас перед нами стандартный разрез прибора лаза 3 лаза м это бинарный режим все большинство объектов хорошо виднеется можно их увидеть на экране для для большей очевидности можно поменять режим отображения и опытным глазом можно сразу увидеть подземные объекты померить их даже этот крупный объект это тоже достаточно крупная труба более мелкие трубы железные пустые трубы вот этот вот субхоризонтальный это воздушный сигнал пришедший от кромки от верхней кромки бетонного забора который установлен вдоль реки днепр вот были мелкие объекты мелкие трубы есть тоже тоже меряем тоже можно мерить высоту и глубину этого объекта то есть что можно увидеть что воздушке они всегда растянут у них огромные широкие крылья и они укладываются в пределах скоростей от 10 до 15 то есть скорость на смотрим vgr это скорость в грунте это верхний левый угол экрана крота там показаны и теоретическая проницаемость и скорость волны в грунте перемещаемся дальше по разрезу то есть это разрез займы туда и обратно и можно увидеть что мы пришли пришли к забору и потом развернулись и пошли от забора то есть мы видим те же те же объекты мы их отзеркалили двумя профилями и также увидели то есть объекты которые представляют собой воздушные которые генерируют воздушные сигналы отражение помощник шире они больше обычных подземных сигналов сигналов от подземных объектов они обычно тянутся секунд весь экран если у вас объект если у вас на экране вы видите мощные гиперболы которые действительно растягиваются через весь экран через пол экрана знайте что это воздушка сигнал подземного объекта он всегда небольшой у него нет такого огромного разлета крыльев максимум такое может быть от какой-то геологической структуры но там другая будет картина поэтому ставим лайки задаем вопросы подписываемся с удовольствием отвечу числе подписываемся с удовольствием